Какие запчасти существуют? Как отличить подделку? Чем чревато использование неоригинала? Какое бывает масло? Что покупают клиенты в интернет-магазине? Об этом рассказывает Владислав Сайчук, менеджер отдела запасных частей и аксессуаров автосалона Прага Авто на Большой Кольцевой 4. Владислав, здравствуйте. Добрый день, Александр. Какие запасные части существуют? Насколько я знаю, есть оригинальные, есть аналоги и есть подделки неизбежные в нашей жизни. Хорошая вещь, всегда найдется хороший человек, который захочет подделать. Давайте начнем с оригинала. Оригинальная запчасть это по сути та же запчасть, которая устанавливалась на ваш автомобиль на конвейере. То есть вот вышел автомобиль с завода с определенными фильтрами. Вы при первом ТО, к примеру, с оригинальными запчастями, вам установят точно такие же фильтры, как устанавливались на конвейере. То есть это будет в оригинальной упаковке с оригинальным каталожным номером, который дублируется и на самой запчасти. И опять же не стоит пугаться того, что на этой коробке будет написано сделано в Китае. Заводы находятся по всему миру. Сейчас глобализация, айфоны, например, тоже сделаны в Китае? Да, безусловно. К нам приезжают запчасти, которые могут быть сделаны в Венгрии, в Словакии. Вот недавно я заказывал клиенту проводку, пространник хотел человек доставить, она была сделана в Украине. Оригинально? Да, конечно. Что такое аналоги? Смотрите, аналоги тоже бывают разные. Есть такие лидирующие фирмы, если мы возьмем детали подвески, это лимфердер, к примеру. Это те компании, вы же понимаете, что Volkswagen Autogrupp сам не производит саленблоки, сам не производит фильтры, сам не производит тоже масло. Есть поставщики, где строгий контроль качества. И эти поставщики, тоже лимфердер, он поставляет свои запчасти на конвейер. Не исключено, что если мы возьмем саленблок по лимфердеру, он будет идентичный тому, что устанавливается на заводе. Просто дешевле. Но это как повезет, бывают нюансы. 100% гарантии этого нет? Нет, 100% гарантии это будет только на оригинал. Это то, в чем мы уверены на 100%. В хорошие аналоги мы всегда готовы предложить, но все-таки мы настаиваем всегда на том, что оригинальная запчасть будет лучше. Повторюсь, это та же запчасть, которую установили вам на конвейере. Мы не можем рекомендовать те аналоги, в которых мы сами не уверены, которые мы бы, к примеру, на свой автомобиль не поставили. Мы такое не рекомендуем никогда, но хороший аналог по желанию клиента мы всегда готовы предложить. Недостатки неоригинальных запчастей присутствуют же, наверное? Да, безусловно. Первое и самое главное, это практически отсутствие гарантии. Там есть гарантии, но она несущественная. Второй недостаток, это возможен ошибочный подбор запчасти. Все-таки с оригиналом мы всегда поможем подобрать и подберем 99,9% правильно. Практически 100%? Да, да. По неоригиналу бывают, конечно, ошибки. Каталоги, к сожалению, не идеальные по неоригиналу. Неоригинал тоже может быть подделан. Но должны же быть отличия, упаковка отличается, внешний вид, не то качество металла. То есть я могу сказать, как должна выглядеть упаковка с оригинальной запчастью именно оригинал. Не аналог, а оригинал. То есть что там должно быть на упаковке страна изготовления, оригинальный каталогный номер, бренды в случае со Шкодой. Но мы будем говорить в целом, ну, шкодовские запчасти, они же пересекаются со всей группой ВАГ. Да, но на примере Шкоды нам интереснее было. Ну, понятно, но я иногда буду уточнять, потому что мы оригинальные запчасти по Шкоде. Они в оригинальной упаковке, но тем не менее на ней помимо бренда значка Шкода, там еще Сеат, Audi, Volkswagen и Volkswagen коммерческий. Почему так получается? Это завод, который производит детали для всех этих брендов? Volkswagen Group это один из самых больших концернов в мире. И заводы у них находятся по всему миру. И многие двигатели, многие узлы и агрегаты пересекаются в разных автомобилях. Это именно оригинал, но он подходит не только для Шкоды. То есть там даже оригинальный каталогный номер, он чистый по всему ВАГу. Люди к нам часто приезжают с Audi, с Volkswagen, покупают запчасти к нам. Если водитель разбирается, вот это очень хорошо в теме и он может подобрать себе нужную запчасть для его условия эксплуатации, она подойдет. Человек, который не разбирается, он посмотрит, что там цена дешевле, все поставит. Ситуации тоже бывают разные. Если мы возьмем, к примеру, человек купил у нас новый Kodiaq, да, там за 40 тысяч долларов. Да, дорогой автомобиль. Дорогой автомобиль и он, в принципе, в годы, пока машина на гарантии, как правило, человек будет обслуживаться на официальном сервисе и делать только ТО. Он, в принципе, вообще об этом думать не будет. Он приехал, отдал мастеру-приемщику ключи, пошел выпил кофе, час-полтора, максимум два ему поменяли масло-фильтры, он забрал машину, заплатил в кассу денежку и уехал. Опять же, есть люди, которые, в принципе, сразу же, даже первое ТО не делают у официального дилера. Но есть такие люди. Вот у него есть свой гараж, он сам все умеет и смысл ему ехать к официальному дилеру. Тогда уже человек может выбирать оригинал, не оригинал. Но, опять же, то, что мы говорили. Оригинал — это та же запчасть, которая была установлена на конвейере со стопроцентной гарантией качества. Но, опять же, не оригинал тоже бывает разный. Если мы возьмем, к примеру, комплект ГРМ. Шкода и, в принципе, ВАГрупп, они же сами не изготавливают комплекты ГРМ. У них есть поставщики, проверенные поставщики, хорошие поставщики, где тоже строгий контроль качества. И если мы откроем оригинальную коробку с оригинальным каталожным номером, то есть все четко у нас на складе с комплектом ГРМ, то на самом ремне мы можем увидеть бренд. Также мы можем купить тот же комплект ГРМ, только уже не в оригинальной упаковке, которая будет дешевле, но ненамного. Хороший не оригинал тоже стоит денег. Много, в разы мы там не сэкономим. Но, в целом, это будет тоже та же запчасть, потому что есть производители не оригинальных запчастей, которые также производят запчасти, которые поступают на конвейерную линию того или иного изготовителя. И опять же, я же говорю, то есть ничего страшного в том, что вы купили оригинальную запчасти, открыли коробку, к примеру, топливного фильтра, а там на самом фильтр написано Уфи. То есть Уфи – это тоже бренд, который поставляет фильтры на конвейер. Ничего в этом страшного абсолютно нет. Просто мы можем в таких ситуациях немножко сэкономить. Опять же, вторая ситуация… А гарантия в этом случае как? Ну, гарантия, к сожалению, на неоригинал… Вот, что мы теряем – это гарантию. То есть если на оригинал при установке на официальном сервисе это два года… Ну, есть исключения, конечно, но в целом два года. Ну, в среднем. Да. А по неоригиналу гарантия – это все индивидуально рассматривается, зависит от бренда, того, какого типа это запчасти. Опять же, тоже бывают разные клиенты. Есть клиенты, которые сейчас у нас мы столкнулись с ситуацией так называемой евробляхи, да? То есть когда человек купил машину за 2000 долларов и приехать сюда, и когда мы ему объявляем, сколько стоит та или иная запчасть в оригинале, понятно, что он не очень этому радуется и, как правило, уже едет в другое место покупать неоригинал. Опять же, неоригинал тоже бывает откровенный Китай. Бывают, опять же, клиенты, те же перекупщики, которым главное сделать машину, чтобы она сейчас продать, а то, что через месяц опять в подвеске что-то начнет стучать, это его уже не волнует, поэтому возьмет какой-то Starline, то есть откровенный Китай, который реально дешевый. Вот там мы реально можем сэкономить относительно оригинала приличную сумму, но на свой автомобиль, если вы любите свой автомобиль, если вы за ним ухаживаете, если вы хотите на нем долго ездить, то я бы такие запчасти все-таки не советовал. Если у вас все-таки там машина, которые там 10-12 лет, есть смысл что-то поставить по неоригиналу, безусловно. Но опять же, при возможности все-таки лучше ставить именно оригинальные запчасти. Да, это дороже, но вы спите спокойно, на 100% уверены в их качестве. И про подделки, что вы можете сказать? Встречались ли вы на своей практике? К счастью не встречался, потому что все-таки работаю на официальном сервисе. Люди сюда с подделками не приезжали? Честно не скажу, потому что я все-таки отдел запчастей, это больше вопрос к отделу сервиса, возможно они сталкивались. То, что неоригинальные мы привозим, тоже у нас проверенные поставщики, это про аналоги, тоже там подделок, я лично не сталкивался. А бывает такое, что человек приезжает со своей деталью и просит ее установить? Да, бывает, это возможно, но тогда опять же нет гарантии и мы не можем отвечать за правильность подбора, что эта запчасть точно подойдет. Если человек уверен на 100%, что он правильно все подобрал, он уверен в производителе, он уверен, что ему не подсунули подделку, то пожалуйста, приезжайте со своими, это не проблема. Но опять же гарантии не будет. То есть с экономией в этом моменте человек лишается гарантии и уже это его ответственность за эксплуатацию этой детали. А насколько существует проблема дефицита с запчастями? Есть какая-то деталь? В программе или конкретно по наличию? Вообще в наличии, если ее сейчас не находится у вас на складе, то как долго ее ожидать? Смотрите, есть, давайте так скажем, три расклада. Приехал к нам клиент, нужна ему та или иная запчасть. Первая ситуация, она есть у нас на складе, конкретно вот здесь, Прага Авто. Мы выписываем счет, человек оплачивает, выносит. В 5-10 минут он уехал с новой запчастью. Есть второй вариант. Сопчасти нет у нас, но есть на центральном складе в Киеве. Машинка с центрального склада в Киеве приезжает к нам два раза в день. То есть человек, к примеру, сейчас у нас 12. То есть в течение дня, как правило, это решается? Да, сейчас у нас 12. Вот если пришел человек, запчасти есть на центральном складе, нет у нас. Мы заказываем, и где-то в 4, в полпятого вечера она уже будет у нас. И третий вариант развития событий, это запчасти нет нигде. Есть только в Чехии, в Чехии на центральном складе. Это не сложный, просто он более долговременный. Тогда заказ уходит на Чехию, и при хороших раскладах запчасть будет у нас через 8 дней из Чехии. При самых таких плохих раскладах 14 дней. То есть сроки поставки заказной детали из Чехии от 8 до 14 дней в среднем происходит? Как правило, мы говорим клиенту 10-14 дней. Что приедет она раньше, клиент будет рад. А если мы скажем 8 дней, она приедет через 14, это уже будет немножко негативная эмоция. Ну да, он может строить свои планы. Лучше раньше, чем позже, да. Человек, покупая оригинальную запасную часть, он платит дороже. За что он платит? Какую выгоду он все-таки получает из этого? Это 100% гарантия качества. Он получает ту же деталь, которая стояла у него на автомобиле с завода. И самое главное, он получает двухлетнюю гарантию на запчасть. Есть исключения, но в целом 2 года гарантии на оригинальной запчасти при условии установки на официальном сервисе. Если вы купите у нас в отделе запчастей запчасть и поставите ее где-то в другом месте, на неофициальном сервисе, то, к сожалению, гарантии уже поддерживаться не будет. Большой модельный ряд и, естественно, огромное количество различных запчастей к ним. Вы это знаете наизусть или вы как-то определяете, что в этой модели такая деталь? Как это происходит? Есть вещи, которые уже по опыту мы помним наизусть, но в основном для того, чтобы перестраховать себя, чтобы не было ошибок, есть специальная программа официальная, которая называется ЭТКО. С помощью этой программы мы можем подобрать любую запчасть и она 100% пойдет к автомобилю. Каким образом это делается? У каждого автомобиля есть номер кузова, поэтому номер кузова мы его вбиваем в программу и нам выдают все по автомобилю. То есть это схематические изображения, на которые мы можем выбрать ту или иную запчасть. Там, в принципе, ошибок быть не может, там все точно, все мы подбираем, это не проблема. Могут быть и некоторые ошибки с подбором неоригинальных, то есть аналогов запчастей, потому что там, к сожалению, не всегда идеальные каталоги. А по оригиналу вопросов, в принципе, нет. Но, как правило, в таких программах клиенты ориентируются далеко не все. Как это начинается? Вот вам поступает звонок от клиента. Звонок от клиента, либо сообщение на мессенджер, либо запрос на почту. Если человек сразу не написал номер кузова, мы звоним, спрашиваем номер кузова. Бывает такое, что машина есть у нас в базе, тогда достаточно госномера. Мы сразу в базе находим номер кузова. Автомобиль, это чаще всего, который покупался у вас. Покупался, либо обслуживался. Тогда машинка есть в базе у нас, есть номер кузова, есть контактные данные хозяина. И по номеру кузова мы тогда подбираем. К примеру, вот сегодня мне клиент написал, нужны свечи на рапид. Он сразу мне сбросил на вайбер номер кузова, я ему подобрал. И сегодня мы ему их отправим в новой почту, он в другом городе живет. То есть это, в принципе, дело пяти минут. Да, бывают какие-то редкие запчасти, не так просто найти в программе, но это тоже пять-десять минут. В принципе, все можно найти. Оригинальные запчасти, это качественные, хоть они немножко дороже, но отличные запчасти, которые будут служить очень долго и не подводить своих владельцев. Бывают ли скидки на оригинальные запчасти? Да, конечно, бывают. Но это больше не на запчасти, это больше на расходные материалы. Сейчас у нас скидка до нового года, до 31 декабря, 20% на свечи зажигания, на фильтры масляные, топливные, воздушные, салонные, на масло оригинальные, тоже 20% скидка, на щетки стеклоочистителей и на амортизаторы. Как правило, скидка 20% у нас на масло и фильтры практически круглый год. Еще существует такой товар, без замены которого обойтись просто нереально, но это не запасная часть, это масло. Бывает ли масло также поддельное, оригинальное, неоригинальное, аналог? Да, безусловно, но мы все-таки советуем заливать именно оригинальное масло, но, безусловно, существует и неоригинальное масло, которое тоже, в принципе, бывает достаточно неплохого качества, и, безусловно, существуют подделки. Чтобы не нарваться на подделку, я бы все-таки советовал, если это оригинальное масло, покупать его только официального дилера, если это неоригинал, то же у сертифицированного дилера. А чем чревато использование поддельного масла? Если оно плохого качества, то может быть достаточно много проблем. В случае приобретения клиентом неоригинального масла, он рискует, используя такой продукт? Если он покупает неоригинальное масло хорошего производителя в проверенном месте, то в принципе особого риска нет. Главное, опять же, тот же неоригинал, аналог, тоже может быть подделанным. То есть главное, чтобы это было масло, которое не подделка. А он как-то это может определить визуально, по коробке, по бочке, если ему там налили канистру? Сейчас в интернете, в принципе, можно почитать, есть целые ролики на ютубе, как отличить, к примеру, оригинальное ваговское масло от подделки. То есть там, к примеру, раньше, сейчас у нас изменилась немножко тара, а раньше внизу на банке с маслом фасованным было количество, честно, уже не помню, сколько количество нарисованных таких силуэтов автомобилей. На оригинальной банке должно было быть одно количество, а часто на подделке было уже другое количество. Честно, не помню, сколько там их было, но это было раньше. Сейчас уже упаковка поменялась, уже этих машинок нет. Но, в принципе, честно вам сказать, если вы хотите все-таки брать оригинальное масло, то лучше все-таки переплатить, но быть уверенным в том, что оно на 100% качественное, на 100% не подделка. Купить именно официального дилера. Чем чревато использование поддельного масла, то, в первую очередь, может выйти из строя? Если это масло низкокачественное, то может начаться все с того, что автомобиль будет подъедать масло. Это чревато масляным голоданием и другими проблемами, вплоть до капиталки двигателя. То есть с этим лучше не рисковать. Проблем, на самом деле, может быть много. Усиленный износ деталей? Да, да, конечно. Усиленный износ деталей и узлов. Честно, я бы не рисковал. Это не такая большая, на самом деле, экономия, чтобы этим заморачиваться и потом рисковать. И, опять же, не дай бог, что-то случится с двигателем. И вы в итоге ничего не сэкономите, и еще потеряете кучу времени. И денег в результате. И денег, да. Существуют ли понятия зимнего и летнего масла? Нет, у нас такого не существует. Масло, в принципе, не отличается. То есть, если вы ездили на одном масле, то с настроением холодов его менять не нужно. То есть нужно придерживаться регламента. Это раз в год, либо 15 тысяч. Я бы все-таки в наших условиях советовал делать это раньше, хотя бы на 10 тысячах. В целом можно придерживаться заводского регламента. Главное, чтобы это масло подходило по допускам в А-группы. У каждого двигателя есть свой допуск по маслу, и нужно заливать то масло, которое ему соответствует этому допуску. Начнем с бензиновых двигателей. Для нас это 5В40 с допусками 502-505. Рекомендуется для использования в странах с низким качеством топлива. К сожалению, Украина в этот список входит, поэтому мы используем именно масло с такими допусками. Если же мы говорим про дизельные двигатели, то мы используем сейчас масло 0В30 с допусками 504-507. Это современное масло для современных дизельных двигателей, которые используют насос-форсунку и сажевый фильтр. Также, в принципе, по допускам оно может подходить и для бензиновых двигателей, но с увеличенным интервалом услуживания, так как в Европе мест сервисный интервал для замены масла это 30 тысяч. Но у нас очень не рекомендуется ездить на одном масле 30 тысяч, поэтому все-таки для бензина мы льем именно 5В40 с допусками 502-505. И менять его нужно каждые 15 тысяч пробега? По регламенту да, но я бы рекомендовал все-таки чуть раньше. Но опять же, зависит от условий. 10? Лично я меняю 7,5-8 тысяч, опять же, все зависит от условий эксплуатации. Если вы ездите, к примеру, эти 15 тысяч, и у вас в основном трассовый пробег, то можно и раз 15 тысяч менять. Если все-таки больше по городу в пробках у вас увеличенное количество моточасов, то есть пробег небольшой, но двигатель в пробке все равно он работает, то лучше все-таки хотя бы раз 10 тысяч его менять. Еще я знаю, что у вас есть отличный интернет-магазин по аксессуарам и запасным частям тоже. Да, безусловно. Мы очень гордимся этим интернет-магазином, он нам очень помогает в продажах. Там аксессуары у нас представлены, запчасти, в основном это расходники и сувенирная продукция. Какие аксессуары покупаются, кроме запасных частей? Чем люди интересуются? В основном это брызговики, коврики, щетки стеклоочистителей, разная химия для ухода за салоном, за резиной, за уплотнителями. Сейчас уже пошла жидкость зимняя стеклоомывателя. Ну, разнообразные Шкоды, вы же знаете, Диви Шкоды это Simply Clever. У нас много аксессуаров для более комфортного нахождения в салоне, такие как мусорники в карте дверей, органайзеры разнообразного багажного отделения, адаптеры для планшета, вешалки для одежды. Много чего у Шкоды представлено, все это есть в интернет-магазине. Заказывайте, новой почтой мы отправляем без проблем. Сложно совершить покупку в этом магазине? Нет, абсолютно. Это стандартный интернет-магазин. Корзина, вы туда добавили, написали свои данные. Но если я добавил корзину, это еще не значит, что я купил. Вы оформляете заказ. Заказ можно оформить в один клик, то есть оставить только номер телефона, я вам перезвоню и уточню все детали. Либо же заполнить полностью анкету, написать, куда доставлять, какое отделение новой почты, имя, фамилию, отчество получателя. Я в любом случае перезваниваю, уточняю все. Возможно, человеку нужна какая-то консультация, и мы в тот же день отправляем. А сроки доставки тут какие? Это зависит от того, куда отправляем. Если, к примеру, в Одессу, то сегодня отправим, завтра она будет у вас. Если куда-то дальше, вот, к примеру, Донецкая и Луганская область, то, что подконтрольно нам, то это дольше дня два. Все зависит от скорости работы новой почты. Да, да, безусловно. Мы стараемся, бывают дни, когда очень много заказов. Я людей предупреждаю, что, к сожалению, сегодня не успеем отправить, а отправить завтра. А часто делают покупки в магазине? Да, достаточно. Бывают дни, когда, ну, в принципе, где-то в среднем это 7-8 заказов в день. Но, опять же, заказы могут быть разные. Может человек заказать полностью себе на Кодиак комплект ковров, передние, задние, плюс брызовики. Это, получается, довольно неплохая сумма. А бывают заказы, там, где человек заказывает просто брелочек за 80 гривен и все. Заказы есть, заказы разные, но все мы заказы обрабатываем, да, и отправляем. Либо же клиент всегда может заказать самовывоз. Мы просто ставим в резерв, и клиент, в удобное ему время, с 9 до 7, приезжает к нам в салон. И, опять же, немаловажно, что при заказе в интернет-магазине скидка 10% на заказ больше 1000 гривен. Способы оплаты в этом магазине стандартные? Он может оплатить картой и может наличными в кассу здесь тоже внести? Можно наличными в кассу, можно карточкой в кассу. Если мы отправляем новой почтой, то это либо оплата при получении на новой почте непосредственно. Наложенный платежок? Да, да. Либо же мы выставляем счет банковский, и человек просто оплачивает через мобильный банк, либо идет с этим счетом в банк. По закону о защите прав потребителей, возврат товара стандартный в течение двух недель? Да, все стандартно. Единственное, что на детали не должно быть следов установки, если это не гарантия. Про выбор самой запасной части в магазине. У клиента наверняка нет программы, которая ему помогает по номеру кузова находить нужную запасную часть. То есть выбирая то, что ему необходимо, если это уникальная для его модели деталь, он в какой-то степени рискует или нет? Или лучше ему связаться с вами и уточнить по номеру, соответствует ли эта деталь его потребностям? Смотрите, при заказе в интернет-магазине, как правило, если человек заказывает даже какой-то фильтр, я всегда стараюсь от него взять номер кузова и перепроверить. Чтобы не было проблем с возвратами, мы отправили человеку в Одессу фильтр, он заказал, а он оказался неправильным. То есть это лишняя трата времени. Мне лучше уточнить сразу номер кузова, как правило, все четко. То есть у нас на сайте достаточно хорошо описано тип двигателя, на который подходит этот, к примеру, масляный фильтр. Как правило, ошибок нет, но все-таки я стараюсь перепроверить. Часто ли покупают вообще сувенирную продукцию в магазине? Какую покупают и кто покупает? Покупают довольно часто, интересуются, ну как, начиная от кепок, брелки. Очень много у Шкоды, также в таком же ключе Simply Clever решений и в плане сувенирной продукции. У нас есть разнообразные рюкзаки, есть термосумка, есть покрывало для пикника, очень удобное, которое складывается. Есть сумки для шопинга, есть подушки под голову для путешествий, даже есть коврик для фитнеса Шкода. То есть много чего есть, покупают в основном. Ну, Шкода это больше выбор такого прагматичного человека. То есть Шкоду начинают любить уже когда на ней поедут, когда поймут, что это на самом деле очень хороший автомобиль. И не только в нем плюс, это большой багажник и вместительный салон. Это тот автомобиль, который может подарить, безусловно, эмоции от вождения. Поэтому, да, покупают в основном либо те, кто ездит на Шкоде, либо те, кто хотят купить на подарок Шкодоводу. Сейчас у нас хит сезона и сувенирные продукции. Это появились уже в салоне большие модели Octavia 8, а у нас на полке появились уже модели в масштабе 1,43. И вот сейчас это хит сезона. Плюс у нас сейчас акция 20% скидки на сувенирную продукцию. И люди вот в интернет-магазине у нас очень много заказывают этих моделек. Сейчас это хит. Ну, также, как повторюсь, это кепки, брелки, шапки. Для отдыха что-нибудь? Для отдыха, да. Есть у нас и полотенца, есть у нас и полотенца пляжная, есть банная полотенца. На самом деле, как и Шкода, практичный автомобиль и сувенирная продукция у нас, как правило, тоже практичная. Спасибо большое за разговор. До свидания. До свидания, Александр. Приезжайте к нам. Не забывайте, что у нас до конца года скидка 20%. Спасибо большое, не забуду.